26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался 4-й энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Их подсчет ведут до сих пор. 26 апреля на станции проводили испытания выбега ротора турбины. Выясняли, сколько генератор 4-го энергоблока сможет проработать на инерционном ходу в случае отключения собственного электроснабжения. Эксперимент начался в пятницу, 25 апреля, в 23 часа 10 минут. По инструкции, которую подписал главный инженер АЭС Николай Фомин, испытания должны были пройти при тепловой мощности от 700 до 1000 мегаватт. Но руководивший экспериментом заместитель главного инженера Анатолий Дятлов дал команду снижать до 200. 26 апреля в 0 часов 23 минуты мощность реактора достигла 520 мегаватт и начала неконтролируемо падать. Примерно без 20 час мощность реактора провалилась до нуля. Персонал 4-го энергоблока начинает разгонять реактор, выводя из него регулирующие стержни. Активная зона реактора пронизана тепловыделяющими элементами с ураном — твелами. Для контроля над ядерной реакцией между топливными сборками вводятся регулирующие стержни из соединений бора, который хорошо поглощает нейтроны. При полностью извлеченных стержнях инженеры лишены возможности тормозить реакцию. Операторы невольно запустили обратный отсчет времени до взрыва. Это была фатальная ошибка, но не единственная, повлекшая за собой катастрофическое развитие событий. В 1 час 3 минуты датчик мощности реактора вновь показал требуемые 200 мегаватт. Дятлов дал команду начать испытание. Из-за нарастания мощности реакции и невысокого расхода воды тепловыделяющие элементы в нижней части реактора начинают перегреваться. В 1 час 23 минуты 4 секунды началась активная фаза испытаний. Клапан подачи пары на турбогенератор перекрыт. Турбина замедляется. Включены два резервных насоса, которые будут гонять воду на энергии выбега турбины до подключения резервных дизель-генераторов. Циркуляция воды снижена. Она поступает в реактор уже почти кипящий. Выход пара перекрыт. По сути, активная зона реактора превратилась в гигантскую скороварку. Одновременно от перегрева некоторые твеллы расплавились и прожгли стенки топливных сборок. Пар под давлением 70 атмосфер ворвался в топливные каналы. 1 час 23 минуты 39 секунд. Включена аварийная защита. Поглощающие стержни двинулись в активную зону реактора, но было поздно. 1 час 23 минуты 47 секунд. Взрыв. Крышку скороварки, верхнюю плиту реактора весом в 2500 тонн, подкинула. Она пробила потолок реакторного зала. В дыру вырвался поток радиоактивной лавы. По тревоге были подняты пожарные части станции и города Припять. Позднее было вызвано подкрепление из Киева. Пожарные работали в обычных средствах защиты. О высоком уровне радиации им сообщили только в полчетвертого утра. Пожар был локализован к четырем часам и потушен к шести утра. Из 134 участников аварийных работ на месте взрыва 28 получили смертельные дозы облучения. В трех километрах от Чернобыльской АЭС находился город Припять. Его жителям сообщили об эвакуации по радио только через 36 часов после аварии. Днем 27 апреля. Автобусы к домам подали в 14 часов 27 апреля. К тому времени в городе фонило так, что невидимые лучи радиации вспышками запечатлелись на кинокадрах. Эвакуация почти 50 тысяч жителей заняла неделю. В последующие дни эвакуировали населенные пункты в радиусе 30 километров от взрыва. Без малого 4 процента из 190 тонн, имевшегося на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС ядерного топлива, были выброшены в атмосферу. Ветер разнес радиоактивную пыль почти по всему северному полушарию. Сильнее всех от радиационного загрязнения пострадали близлежащие районы Украины, Белоруссии и России. Но радиоактивные осадки выпадали также под Ленинградом, в Мордовии и Чувашии. Выбросы распространились и за пределы СССР. Ядерные облака несло в основном на север и запад. Через два дня после аварии они достигли Скандинавии, через пять – Запада Европы и Ближнего Востока, через десять – США и Восточной Азии. В ликвидации последствий Чернобыльской аварии задействовали в общей сложности 600 тысяч человек – специалистов и мобилизованных военных. Десятой части из них уже нет в живых. Основные работы были проведены в 1986-87 годах усилиями 240 тысяч ликвидаторов. Над разрушенным энергоблоком за полгода, к ноябрю 1986-го, был воздвигнут саркофаг из бетона и металла. Во избежание дальнейших утечек радиоактивной пыли в атмосферу. В наши дни французские специалисты накрыли старый саркофаг второй защитной оболочкой, целиком из металла. Надвинули ее к ноябрю 2016 года. Но монтаж «Укрытие-2» еще не завершен. Продолжение следует... Продолжение следует...